МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с первым заместителем министра образования Ставропольского края Ольгой Чубовой. Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Рада вас сегодня приветствовать. Действительно жаркая и волнительная пора для всех выпускников. Вы для начала расскажите, когда же она пройдет в этом году? Совсем уже скоро начнется экзаменационная кампания текущего года. И буквально 23 мая пройдет первый единый государственный экзамен. В этот день мы сдаем экзамен по трем учебным предметам, таким как география, литература и химия. Такой небольшой пробный экзамен. Начинаем вот с таких предметов. И далее у нас 28 мая пройдет экзамен самый массовый по русскому языку. И 31 мая пройдет экзамен по математике базового и профильных уровней. Почему экзамены по обязательным учебным предметам проводятся сразу же первыми? Для того, чтобы наши выпускники успели получить аттестат о среднем общем образовании, уже имея результаты русского языка и математики. Совсем недавно были утверждены новые изменения в расписании проведения экзаменационной кампании текущего года. И все мы знаем, с чем было послание президента, в котором было дано поручение предоставить нашим выпускникам такую возможность, если вдруг они не будут довольны каким-либо результатом одного из предметов по выбору, то они имеют право его пересдать. И сейчас такие изменения приняты и в порядок проведения государственной итоговой аттестации, и в расписании установлены соответствующие дни. Это 4 и 5 июля. Но на что хотелось бы обратить внимание. Нельзя будет выбрать, какой результат лучше. Для того, чтобы прийти на экзамен 4 или 5 июля и пересдать по какому-либо предмету, выпускнику необходимо будет отказаться от того результата, который он получил ранее. Поэтому прежде чем писать такие заявления, необходимо внимательно посмотреть свою работу, оценить еще раз свои силы. И если вы уверены, что вы можете улучшить результат на несколько баллов, то, конечно, каждый выпускник может написать заявление в государственную экзаменационную комиссию, которая работает в Министерстве образования. И мы предоставим такую возможность, чтобы ребята наши пересдали по какому-либо учебному предмету и получили бы соответствующие результаты. Самое главное, только предметы по выбору можно пересдать. Русский, математика, вот с первого раза. Русский, математика, пожалуйста, с первого раза. Это же интересно посмотреть, такой прецедентный случай, да, относительно. Да, посмотреть, сколько будет желающих ребят пересдать, потому что мы все понимаем, да, они приходят на экзамен, они немного волнуются, да, получают соответствующие контрольно-измерительные материалы. Им кажется, что где-то легко, где-то трудно, где-то что-то забыл, да, где-то, может быть, недоучил. И не факт, что придя во второй раз, вам контрольно-измерительный материал будет каким-то легким. Поэтому надо сразу оценить свои силы и подумать, стоит ли пересдавать тот или иной экзамен. Но если уверены, то обязательно пусть подают заявление, и мы предоставим такую возможность. Если посмотреть на экзамен с точки зрения организации, сколько же привлекается людей для надзора во время проведения? Знаете, очень много привлекается людей и для проведения самой экзаменационной кампании. Вот у нас будет участвовать более 6,5 тысяч работников отрасли образования. Но, конечно, большое внимание уделяется и контролю за проведением данной процедуры. И общественные наблюдатели в этом году будут у нас более 700 человек. И из них 65 человек – это онлайн-наблюдатели краевые. И мы взаимодействуем с различными вузами, но в текущем году онлайн-наблюдатели представлены студентами Ставропольского государственного педагогического института, то есть с теми ребятами, которые получают педагогическую специальность. И в дальнейшем они будут, как потом будущие учителя, участвовать в данной процедуре. Это новшество онлайн-наблюдения? Онлайн-наблюдение – это не новшество, потому что мы знаем с вами, что уже много лет осуществляется видеонаблюдение. Видеонаблюдение осуществляется при проведении экзаменационной кампании. И отсматривают проведение самой процедуры, как проводится и соблюдается эта процедура, не только краевые, как я сказала, онлайн-наблюдатели, но и на федеральном уровне есть такие же федеральные наблюдатели, они тоже из числа студентов, которые просматривают, как проходит экзамен, и если они видят какое-либо нарушение, они сообщают в краевое министерство, для того, чтобы мы приняли соответствующие меры. Это же сразу принимается решение, правильно? Не дается несколько дней. Не дается несколько дней, но хотела бы предупредить. Бывает, когда нарушение мы видим в день экзамена. То есть бывает, когда наш выпускник принес телефон в аудиторию, пытается им воспользоваться. То есть камеры фиксируют, и мы это видим. Но бывают и другие случаи. Вот в прошлом году у нас были такие случаи, когда наши ребята, двое выпускников, разместили контрольно-измерительные материалы в сети интернет. То есть они сфотографировали, значит, у них был сотовый телефон, и разместили их в сети интернет. И спокойно вышли потом с экзамена и были уверены, что все у них получилось, все хорошо и замечательно. Через несколько дней нам поступает такая информация, что контрольно-измерительные кемы обнаружены в сети интернет. Они идентифицируются с выпускником конкретного субъекта, и конкретно каждая школа, фамилия. То есть это такие данные, которые найти для нас абсолютно легко. И тогда аннулируются результаты этого экзамена. Хотя ребенку, кажется, он все сделал хорошо, все у него получилось. Обхитрил систему. Да, обхитрил систему. Но, к сожалению, система может и через неделю, и через месяц найти это нарушение. И самое обидное бывает, когда это нарушение уже к нам поступает тогда, когда наши ребята зачислены в ВУЗы. Тогда это самое страшное, когда ты вроде бы поступил уже в ВУЗ, и здесь приходится из ВУЗа тебя отчислять. Поэтому я всегда рекомендую нашим выпускникам брать с собой только знания. Мы же 11 лет учились не зря. Да, абсолютно с вами согласна. В основной период экзамена сколько же учеников примут участие? В основной период проведения экзаменационной кампании у нас принимают участие не только выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, но и обучающие среднего профессионального образования. Есть те ученики, которые в прошлом году закончили школу со справкой. И есть несколько обучающихся десятых классов. Они сдают несколько предметов, которые закончили осваивать. Всего у нас будет принимать в экзаменационной кампании более 10,5 тысяч ребят. И из них более 9,5 – это выпускники текущего года. То есть наши 11-классники. А вот нету ли статистики? Кого же все-таки сейчас больше, среди выпускников 9-х или 11-х классов? Конечно же, больше выпускников 9-х классов, потому что 9-ти классников у нас выпускается порядка 30 тысяч, а 11-ти классников порядка 10 тысяч. Появились ли изменения в процедуре проведения экзамена? Или все стабильно? Каких-либо существенных изменений в процедуре проведения экзаменационной кампании нет. Есть небольшое новшество. Мы все с вами знаем, что наши ребята подают заявление на сдачу экзаменов до 1 февраля. И если вдруг им надо поменять потом какой-либо предмет, они должны предоставить соответствующее заявление к нам в Министерство образования, в Государственную экзаменационную комиссию, и объяснить, почему им надо сдать тот или иной предмет, или заменить, или добавить. При этом они должны все подтвердить документально, какие у них были на это уважительные причины, почему они не сделали это ранее. В этом году только одно новшество – это касается математики. То есть уровень сдачи ЕГЭ базовый или профильный ребята могут поменять в любое время. При этом не надо прикладывать никаких подтверждающих документов, почему вы выбрали этот предмет, математику базового, а не выбрали математику, например, профильного уровня. И подать соответствующее заявление. Кроме того, вот сейчас еще есть такая небольшая возможность, очень большое внимание сейчас уделяется инженерному образованию. Мы понимаем, что нужны ребята, которые любят такой предмет, как физика, который не является легким для изучения. И если вдруг кому-то еще необходимо добавить этот предмет, или вы не хотите сдавать, например, химию, а решили все-таки физику, и пойдете на инженерные специальности, то сейчас есть такая возможность написать соответствующее заявление. Единственное, что не позднее, чем за шесть дней до начала соответствующего экзамена. И мы тогда внесем соответствующие изменения, и каждый выпускник, который пожелает сдавать физику, придет на соответствующий экзамен. Знаю, тот уровень волнения, который испытывают выпускники перед ЕГЭ, когда подготовка начинается за год, а то и за два, то звучит нереальным прийти за неделю, да даже за месяц до экзамена, и сказать, нет, я буду все-таки сдавать другой предмет. Приходилось ли с таким сталкиваться или пока что? Нет, пока нет, не приходилось. Есть ребята, которые хотят что-то добавить, какой-то предмет, потому что они планируют подать заявление на несколько специальностей, да, и они чувствуют в себе силы и хотят сдать тот или иной предмет дополнительно. Ну, конечно, мы понимаем, что это очень волнительно для каждого ребенка, для каждого родителя, но мы же понимаем, что мы 11 лет с вами осваивали школьную программу, а все контрольно-измерительные материалы, они составляются на основе федерального государственного образовательного стандарта. Кроме того, наши ребята проходят тренировочные мероприятия, в школах есть различные консультации по всем предметам, если кому-то необходимо получить консультацию, почему вот это задание выполнено так или не так, да, то есть сказать, оцените его работу предварительно, все это можно сделать. Кроме того, на сайте Федерального института педагогических измерений всегда есть демоверсии контрольно-измерительных материалов. Это демоверсии, понятно, не текущего года, это прошлых лет, но тем не менее, можно брать эти демоверсии и постоянно тренироваться. Конечно, мы понимаем, вот приближается экзамен, и это с каждым днем все становится волнительной, и здесь все должны быть в одном союзе, да, и родители, и дети. То есть родители должны понимать, сколько их ребенок отдыхает, какая у него нагрузка, как поддержать своего ребенка, поговорить с ним, выходные, которые вот нам предстоят, да, прогуляться, ну и, конечно же, повторить тот или иной материал, поскольку есть еще время. То есть его надо максимально использовать для того, чтобы получить хорошие результаты при сдаче экзамена. Кроме того, я всегда напоминаю нашим ребятам о том, что в день проведения экзамена они встают в хорошем настроении, обязательно завтракают, берут свой паспорт и черную гелевую ручку. Но даже если вдруг, дойдя до школы, ребенок обнаруживает, что паспорт он забыл, ни в коем случае не стоит расстраиваться, бежать домой. Всегда с нашими школьниками есть сопровождающие, которые подтвердят его личность, и будет составлен соответствующий документ на пункте проведения экзамена, и ребенка допустят в пункт проведения. Кроме того, если вы забыли ручку, не надо бежать обратно, вам найдут эту ручку, или же берите не одну ручку, а две и три, потому что мы понимаем, когда мы волнуемся, да, может, одна ручка не пишет, вторая ручка не пишет, третья все-таки пишет. И вот говоря о рекомендациях к подготовке, вот это оно и есть, или есть еще дополнительные рекомендации? Знаете, еще есть же у нас социально-психологические службы, которые стараются подготовить детей морально к данной процедуре. Понятно, что мы проводим различные тренировочные мероприятия, ребята участвуют, но тем не менее, все равно необходимо об этом разговаривать, да, о самой процедуре, что она из себя представляет, то есть, что есть видеонаблюдение, и это не страшно, оно не для того, чтобы вас наказать, да, оно для того, чтобы у всех ребят были равные условия сдачи экзамена, и никто просто не хитрил. Кроме того, всегда доброжелательно наши педагоги встречают наших ребят в пункте проведения экзамена, ведь педагоги наши тоже волнуются, для них, они же их тоже наказывают. Если вдруг они нарушили процедуру, по которой проводится экзаменационная кампания, то педагог привлекается к административной ответственности. Поэтому педагоги, как и наши ребята, тоже волнуются, но тем не менее, они стараются их встретить доброжелательно, приветливо, объяснить, куда идти, чтобы он не растерялся. Есть обозначение всех кабинетов, есть обозначение всех мест рассадки, обязательно есть медицинское обслуживание, то есть, если ребенку становится плохо, он может поднять руку, сообщить об этом организатору в аудиторию, его обязательно сопроводят в медицинский пункт. И убедительная только просьба ко всем ребятам. Если вы действительно чувствуете, что вам плохо, и это подтверждает медицинский работник, и у вас спрашивают, не хотели бы ли вы закончить экзамен досрочно, надо принимать соответствующее решение. Когда ребенок заканчивает досрочно, и это подтверждается документами с пункта проведения экзамена, то ему предоставляется дополнительная возможность сдать тот или иной экзамен. А вот если ребенок выходит из пункта проведения экзамена, потом заглядывает в наш любимый интернет, смотрит свои задания, понимает, что он как-то что-то не так решил ему, так пока кажется, или когда он получает результат, и результат, к сожалению, не тот, который он ожидал, и тогда начинаются, бывают такие случаи, когда к нам в министерство поступают жалобы о том, что вот я себя плохо чувствовал, мне было нехорошо, я не справился, поэтому предоставьте мне такую возможность. Такой возможности не будет. Вот если вы в пункте чувствуете, да, мне сейчас плохо, медицинский работник подтвердил, и вам предлагают принять соответствующее решение, тогда вы должны самостоятельно принять это решение и сказать, да, я закончу экзамен, пойду в резервный день. Вот это, наверное, самая волнительная тема, касающаяся нарушений, да, время проведения экзамена. Если вспомнить прошлый год, много ли было выявлено, и что это были за случаи? Вы знаете, у нас в прошлом году было выявлено всего 18 нарушений, а в позапрошлом 15. Мы очень надеемся, что в этом году нарушений будет меньше или хотя бы останутся на этом же уровне. Какая ведется? Ведется, естественно, информационно-разъяснительная работа. Разговаривают педагоги с родителями, разговаривают педагоги с нашими детьми, объясняют, к чему это приводит, потому что мы понимаем, да, есть мечта поступить в определенный вуз, да, и получать соответствующую профессию. Мы должны все получить аттестат, прийти на выпускной бал. Ведь это такое приятное событие в жизни каждого ребенка и каждого родителя. И очень печально, когда эти события огорчаются тем, что результаты аннулируются, и ты не только можешь не поступить в вуз, но если ты сделал свои нарушения на таких предметах, как русский язык и математика, то тогда ты не получишь и аттестат. То есть можно не получить аттестат, и тогда ты никуда не идешь. Можно получить аттестат, и тогда ты просто не поступаешь в вуз, но можешь пойти учиться в колледж. Поэтому я всегда призываю всех наших выпускников, мы 11 лет учились, однозначно в нашей голове есть определенные знания, поэтому необходимо показать на экзаменационной кампании свои знания. Да, всегда лучше что-нибудь написать. И не рисковать. Как говорится, хотя бы бал, но все равно будет за это задание. Да, он будет твой, заработанный, честно, бал. И нарушения связаны, естественно, с фактом списывания, да, я так понимаю? Вы знаете, да, нарушения с фактом списывания, но многие ребята берут иногда с собой письменные заметки, и они ими не пользуются. Назовем их так, шпаргалки, знакомым нам словом, да. Наверное, они их берут с собой для уверенности, но бывают моменты, они волнуются, да, и шпаргалка выпадает. Ну, к сожалению, даже если ты не воспользовался, а у тебя есть наличие телефона или шпаргалки, результат будет аннулирован. Поэтому вот в прошлом году был такой случай, когда девочка у нас пришла в пункт проведения экзамена, и вот еще до начала выполнения работ, до начала печати экзаменационных материалов она подняла руку и сказала, вы знаете, я забыла сдать телефон. То есть телефон она сдала и продолжила присутствовать на экзамене, поскольку она его еще не начала выполнять. Никто не начал, поэтому ей была предоставлена такая возможность. Для чего стоит металлорамка? Она стоит не для того, чтобы кого-то напугать, она стоит для того, чтобы предупредить. За металлорамкой начинается пункт проведения единого государственного экзамена. И нарушать процедуру нельзя. И каждый ребенок перед металлорамкой должен вспомнить, я все оставил своему сопровождающему. Если что-то забыл, необходимо ему сразу же отдать. Ну, я думаю, если он не сказал, значит, он не забыл. Это все было сделано по хитрости. В этом году какие же меры принимаются для исключения таких случаев? Вы знаете, меры ежегодно принимаются одни и те же. Мы проводим и краевые родительские собрания, и в школах проводятся родительские собрания, и приводятся факты, скажем, из реальной жизни, что есть такие ситуации, и, к сожалению, потом вот такие печальные события происходят. Поэтому здесь только разъяснительная работа. Кроме того, мы очень просим родителей переговорить со своими детьми, нацелить их на то, что они с собой никакие запрещенные средства не берут. Ни линейки со встроенными микрофонами, ни очки. Потому что чем больше идет ЕГЭ, тем больше совершенствуется, скажем так, такие хитрости у наших ребят, которые приносят различные предметы, даже со встроенными микрофонами и так далее. Очень интересно. Поговорим о положительных моментах, связанных с ЕГЭ. Это, конечно же, ребята, которые заработали 100 баллов на экзамене. В прошлом году сколько же было таких? Да, у нас были такие работы. В прошлом году было их всего 85, и 42 стобальные работы, они были по русскому языку, по химии у нас было 17 человек, и по литературе 9 человек. Кроме того, у нас было четверо ребят, которые по двум предметам по выбору набрали по 100 баллов. Это звучит все-таки очень сложно, набрать 100 баллов. Вот уже сколько лет идет ЕГЭ, и для всех это кажется нереальным. Скажите, возможно ли все-таки? Вы знаете, ну что это значит кажется для всех? Да, вот мой ребенок тоже сдавал несколько лет назад ЕГЭ, и когда я общаюсь с ней, или когда я общаюсь с ребятами, которые уже стали студентами вузов, они говорят, ну мы не понимаем, почему ругают ЕГЭ, очень нам удобно его сдавать, и они уже привыкли к этой процедуре, они готовятся к ней. Это мы привыкли раньше сдавать экзамены по билетам, придя в школу, да, в свою родную. А сейчас они знают эту процедуру до того еще, как они ее сдают, да, они же в девятом классе практически ее уже прошли. Ну да, она там немного щадящая, там нет видеонаблюдения, но также есть и общественные наблюдатели, все остальные моменты, так же, как и в одиннадцатом классе, и металлорамка стоит, да, и смотрят за процедурой проведения. Поэтому для ребят, с которыми я разговаривала, ну для них это комфортно. То есть они другого не знают. Это мы с вами знаем другое, и для нас это новшество как-то пугает. Но уже процедуре 10 лет, и поверьте, ребята, которые приходят сдавать экзамен для того, чтобы получить высокий балл, потому что у него есть определенная цель поступить в тот или иной вуз, они не обращают внимания ни на металлорамки, ни на видеонаблюдение. Они заняты только тем, чтобы прочитать внимательно контрольно-измерительные материалы и написать соответствующие ответы. Хотела бы еще предупредить наших ребят, мы всегда выдаем пунктах проведения экзамена в черновики. Ребята пишут на этих черновиках различные решения, свои ответы. И очень бы хотела попросить, перед тем, как они заканчивают экзамен, обязательно все свои ответы с черновиков перенести в бланки ответа. Потому что было несколько случаев, когда дети рады, они отвечают на все вопросы, им кажется, что они решили все задания и иногда забывают перенести с черновиков свои ответы. Но, к сожалению, черновики у нас упаковываются и едут в одно место, которое определено Министерством образования, а работы, которые ребята сделали, они направляются в другое место. И черновики не проверяются, никто не будет доставать ваш черновик и проверять по черновику работу. Поскольку все работы, которые ребята пишут, они потом приезжают в наш региональный центр обработки информации, они сканируются в пункты проведения экзаменов, и уже предметная комиссия, она получает обезличенные работы ребят, которые проверяют, и они не знают, из какой территории этот ребенок, в какой он школе. Поэтому обязательно необходимо еще раз внимательно посмотреть свои черновики и перенести все ответы в бланки. А вот уже при получении как раз-таки работы и при ее проверке проверяется ли еще дополнительная работа на факт списывания? Вы знаете, работу проверяют всегда два эксперта. И вот бывают у экспертов разногласия в баллах. И если есть значительные разногласия в баллах, ну, например, один эксперт за это задание ставит один балл, а другой ставит три балла, тогда подключается уже третий эксперт более сильный и смотрит эту работу и принимает окончательное решение. Потом, в нашей комиссии работают очень опытные педагоги. И они уже даже видят, с какого произведения этот текст, особенно, да, это русский язык, там, литература, история. Они понимают, ребенок взял это из интернета или он взял это из какого-то... Вот бывает так, знаете, дословно прям все переписано. Тогда он обращается, тоже наш педагог, у них стоят компьютеры, он обращается в сеть интернет и проверяет. Вот если слово в слово, то мы же понимаем, что это было списывание, хотя ребенок не был на экзамене зафиксирован, у него наличие телефона. Обязательно будет просматриваться снова видеокамеры. То есть если будут какие-то вопросы, мы будем детально с этим обязательно разбираться. Ну и хочу закончить на позитивной ноте. Ольга Николаевна, скажите пару напутственных слов нашим выпускникам. Ну и прежде всего хочу сказать, что ЕГЭ это не испытание, да? ЕГЭ это возможность. И я желаю всем нашим выпускникам удачи и заслуженно высоких результатов. Отлично. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Было очень интересно. Я думаю, выпускники, которые нас посмотрят, однозначно со спокойной душой смогут пойти на этот экзамен. Примут правильное решение и придут к нам. И ни на что не обращая внимания, напишут хороший экзамен. Спасибо. Всего доброго. Дорогие выпускники, время это ваш самый ценный ресурс, который вы должны использовать по максимуму. И, конечно, не бойтесь. Это ваш первый серьезный экзамен, с которым вы однозначно справитесь. На этом эфир актуального интервью подходит к концу. У нас в гостях была Ольга Чубова, первый заместитель министра образования Ставропольского края. До встречи. И, как всегда, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин